здравствуйте уважаемые зрители в эфире очередной выпуск программы здоровья я барьера тубрынская приветствую вас всех говорить мы сегодня будем о такой сложной теме как мультифокальный варикоз это осложненный варикоз и все подробности мы будем обсуждать с нашими гостями с удовольствием представляю вам моих собеседников если вы 18 августа смотрите этот эфир то в принципе эти люди могут стать и вашими собеседниками получить ответ на любой вопрос по поводу осложнение варикоза можно задав вопрос по номеру 69 44 72 и так мои собеседники гости в студии это осман амарович шахмагомедов сосудистый хирург дагестанского центра кардиологии сердечно-сосудистой хирургии физулихан ахмедович аббасов заместитель директора дагестанского кардиоцентра по лечебной части добрый вечер поздоровайтесь с нашими телезрителями итак начнем наверное с того что посмотрим сюжет который мы подготовили заранее на заданной теме гаджи мирзоев работает в москве слесарем в прошлом году приезжал в махачкалу оперировать ногу по поводу варикоза а на днях оперировали уже вторую работа говорит гаджи такая все время на ногах вот и проблемы с сосудами к вечеру все опухали шишки такие не пришлось делать также домой на операцию в дагестанском кардиоцентре приехал и сосед гаджи по палате я приехала на отдых ну парня здесь и начал покупать ногу не стану чего потом у меня там где я сейчас живу освертюсь в рамках сегодня покрытие там с локом я буду брать кардиолог муськой к сожалению на сегодняшний день варикозная болезнь распространяется не только на ноги говорят врачи от мультифакального варикоза страдают в основном женщина при исследовании пациентов с варикозной болезнью каждая десятая пациентка у нас она страдает мультифакальной варикозой то есть кроме ног имеется поражение и еще малого таза у мужчин тоже имеется данное заболевание только проявление является их немножко иначе вот но хотелось бы сделать акцент именно на женщин потому что они во-первых поражают особенно в наших республиках как раз нагружавшие женщины имеют тенденцию страдать варикозной болезнью это довольно опасное заболевание здесь кардиоцентре лечат современными методами закрывает кровоснабжение пострадавших сосудов малого таза и решает сразу несколько проблем варикоз ног органов малого таза и геморрой излечивается после операции которая не требует даже наркоза операция процедура сама проходит под место анестезии делается прокол на ключе как мы делаем обычный внутривенный укол делается прокол оставляется интродюсер проводятся специальные катетеры в яичниковые вены внутренние подвздошные вены и в эти вены закрывать с помощью специальных устройств оклюдеров спирали и потом все это удаляется это абсолютно безболезненно возникает небольшой дискомфорт во время введения препаратов но проходит в течение двух трех минут она не требует большой анестезии не требует какой-то длительной реабилитации пациентки подписываться на вторые сутки после операции зачастую пациентки с мультифокальным варикозом годами лечатся у гинекологов и проктологов не получая должного эффекта это проблемы своевременной диагностики и осведомленности специалистов на местах о возможностях дагестанских врачей в этой области не лишним будет напомнить что в кардиоцентре за медицинскую помощь пациента не платят она оказывается по полису фомса барея тубрынская эрогия супов специально для программы здоровья мы выходим в эфир 6 и 9 44 72 телефон прямого эфира говорим мы сегодня о варикозе и об осложнении варикозной болезни о мультифокальном варикозе скажите пожалуйста вот эти сеточки на ногах которые есть венозные капиллярные которые есть практически у каждый к сожалению дамы это начальная стадия варикоза можно так сказать то можно рассматривать как начальное проявление можно сказать что варикоз практически касается большинство населения большинство прекрасной половины человечества также вот мультифокальный варикоз это довольно тяжелая история и как понять вот у вас варикоз который может иметь такую мы не серьезно относимся к тому что слишком много людей в это втянуто в эту историю во первых во вторых переход из одной стадии зачастую длится годами очень долго а как понять все таки что надо бежать к врачу срочно обследоваться какие симптомы именно мультифокального варикоза мультифокальный варикоз это есть заболевание которое варикозное расширение вен который затрагивает не один а как минимум два бассейна поэтому когда имеется поражение ног а как правило при выполнении ультразвукового исследования сосудистым хирургом в частности выявляется есть какие-то косвенные признаки которые мы определяем которые говорят за варикозное расширение вен малого таза и поэтому мы дальше дообследуем пациентов и таким образом мы выявляем это заболевание физиолюха нахмедович с какими симптомами приходят пациентки которым вы впоследствии ставите диагноз мультифокальный варикоз но все пациентки они не обращают внимание на те симптомы которые обычно проявляются да то есть они приходят обычно с проявляют когда это варикоз проявляется нижних конечностях или в венах промежности вульвы на тазовые боли практически никто не обращает внимание наши пациентки с этими болями они как бы дружат мириться с ними и никак не решает эту проблему ходит гинекологом гинекологи обычно ставят диагнозы такие как эндометриоз чаще всего либо какие другие диагнозы но на варикозную болезнь малого таза никто не обращает внимание они приходят с сутистым хирургом есть сутистый хирург грамотный он владеет методами узи диагностики он видит что абсолютно интактная большая подкожная вена которая классически да при варикозе не функционирует она нормального диаметра клапанный аппарат не функционирует но есть какие-то там вены сателлиты которые расширены то есть так называемый атипичный варикоз боковой латеральный варикоз и это уже на старой должен насторожить сутистого хирурга и он этих пациенток отправляет нам методы исследования которые подтверждают диагноз тазовый варикоз на сегодняшний день самый информативный метод диагностики это мультиспиральная компьютерная томография сконтрастирование либо магнитная резонансная томография также сконтрастирование скажите пожалуйста вот что должно насторожить первую очередь врача-гинеколога которому пришли женщина с жалобами на боли внизу живота на тянущие боли явных признаков именно гинекологического заболевания там нет или есть признаки гинекологических заболеваний которые ну так четко не подтверждаются анализами каким понять что и именно эту пациентку надо отправить к сосудистым хирургам просто делать трансфагинальные или узи если там есть расширенные вены параметрии расширенные верные яичников которые по узи очень четко диагностируются то тогда уже можно западут дозрить что у пациентки из варикозной болезни таза или как называемый синдром тазового застоя тазово-венозного полнокровия можно подозрить в сюжете было сказано мною было сказано что к сожалению далеко не все гинекологи обладают информацией о существующих возможностях о том что не выезжая за пределы дагестана дагестанском кардиоцентре можно получить именно вот такую помощь в этой сфере насколько это соответствует действительности насколько часто к вам приходят пациентки от гинекологов от гинекологов пациентки приходят не часто даже сами гинекологи приходят с этим заболевать а так от гинекологами часто основа сосудистых хирургов когда уже болезнь запущена такой стадии когда есть проявление на нижних конечностях и тогда уже мы сами этих пациенток отправляем гинекологу потому что лечение мультифакального варикоза она требует комплексного подхода комплексном в том плане что должен заниматься не один специалист а несколько это в первую очередь гинеколог первую очередь потом невролог то есть гинеколог оценивает вас делает осмотр делает узи кальпоскопию исключает инфекционные заболевания передаваемым половым путем другие заболевания которые могут проявиться и возникнуть и манифестировать как тазово-венозные в дальнейшем если гинеколог исключает свои заболевания все-таки оставлен на этом диагнозе мы этих пациентка отправляем к неврологу врач невропатолог осматривает проверяет по специальным шкалам есть три четыре шкалы которые первая шкала оценивает уровень болевого синдрома по визуально аналоговой шкале боли также мы обследуем по шкалам депрессии по шкалам тревожности и после этого уже месяц судистым хирургом мы пациентку берем в рентген операционную и выполняем диагностическую флебографию флебоаварикографию с обследуем яичниковые вены обследуем притоки внутренних подвздошных вен если мы являем патологический рефлюкс то тогда уже выполняем закрытие этих вен эндоваскулярно малоинвазивно и очень эффективно у нас вопросы поступили оператором на линии где принимают наши сегодняшние гости бесплатно или лечение нужно ли направление еще раз напоминаю говорим мы сегодня о варикозе и его осложненной форме мультифокальном варикозе консультирует нас специалисты дагестанского кардиоцентра лечение в котором проводится по полису ом и с и давайте маршрутизацию уже сразу скажем пациентов как происходит как попадают к вам кардиоцентр пациенты которых беспокоит вообще сосудистые проблемы они могут обращаться к нам непосредственно кардиоцентр также наши специалисты консультируют на выезде в дербенте в частности в гудермесе в грозным поэтому пациенту кого интересует кого затронула эта проблема можем их принять осмотреть вот махачкале пациентка находится считает что ей нужна ваша помощь как и правильно попасть к вам как по направлению попасть она может обратиться либо через контактную службу нашего центра на сайт на сайт либо через инстаграм получить информацию и соответственно организовать встречу давайте поговорим все-таки немножко варикозе как предшествующие стадии мультифокального варикоза вот вопрос вены появились недавно а врач говорит что варикоз запущенный как такое может быть об оценке не видя саму пациентку давать оценку ссылаться на осуждение врача и пациентке это будет непрофессионально поэтому давать оценку этим комментариям сложно вот но известно всем и давно что варикоз является заболеванием которое прогрессирует длительно и чтобы это дошло до запущенной стадии это обычно требуется года но вот такая вот насколько насколько вообще женщина мы сейчас говорим больше о женщинах потому что мультифокального варикоза то в основном женский пол страдает как вы сказали страдает и мужчины да вот у мужчины то встречается довольно редко и проходит соответственно с другими симптомами насколько женщина может пропустить большой этап развития варикоза как правильно заметил физулёха нахметович ну человек ко всему привыкает а если человек женщина то она привыкает очень быстро к дискомфорту к болям она может пропустить огромные процессы которые проходят и прийти уже совершенно критическом состоянии насколько вот так же можно пропустить развитие варикоза это возможно варикоз на нижних конечностях пропустить очень сложно вот особенно у женщин это просто женщины длительное время не обращать на это внимание и когда дело доходит уже для до больших вен диаметром палец тогда уже это становится визуальный дискомфорт и косметические неудобства поэтому не только тогда они обращаются скорее всего это какая-то особенность наших республик наверное скажите пожалуйста очень популярна такая процедура операция процедура как удаление сосудистых звездочек ну мы решаем активно эстетическую проблему мы добавляемся от того что нас не красит насколько это отражается на течение варикоза это может ухудшить течение заболевания не всегда было это интересно ухудшить вряд ли может просто проблема заключается следующем все пациентки у которых есть капиллярные звездочки так называемые так называемые телеанги эктазии они должны в первую очередь проходить исследование ультразвуковое также у сосудистого хирурга вначале необходимо выявить причину заболевания причиной может являться непосредственно стволовой сброс крови ввиду недостаточности клапанов стволовых вен подкожных к ним относятся большая подкожная вена малая подкожная вена и только тогда когда мы исключаем сброс крови по столовой вене тогда мы можем делать склеротерапию это будет рационально вы полагаете что пациенты перед склеротерапии все делают это уже большому сожалению к большому сожалению я и сам сталкиваюсь с этой проблемой вот большинство пациентов которых я вот консультирую по этому поводу они не проходят ультразвуковое исследование что является упущением вот еще одно распространенное мнение что варикоз появляется у полных людей но ведь и у людей с нормальным весом и даже со сниженным весом расширение вен патологической тоже встречается встречается просто фактором риска считается еще ожирение все-таки чаще усугубляет да скажите пожалуйста говоря о мультифокальном варикозе мы так рассказали на самом деле легко такая приятная вещь что это так быстро делается но на самом деле это грозное заболевание и к операции вы готовитесь очень тщательно все выверяете насколько смотрите сама операция проходите начнем с актуальности проблемы да проблема достаточно актуальная потому что это социально значимая проблема учитывая что дагестан является лидером по рождаемости в российской федерации это все женщины которые уже родили трех четырех детей очень редко бывают молодые девушки у которых это врожденное состояние их очень мало вот мы про пери больше 250 пациенток практически у нас не было тех кто не рожал у всех в среднем трое тире четверо детей эти пациентки как я уже сказал они привыкают к этим болям но эти боли они проявляются например во время там полового акта там во время физических нагрузках это приводит тому что у пациенток иногда возникают семейные проблемы ссоры они впадают в очень тяжелую депрессию возникают разводы очень напряженность ситуация возникает в семье и я же говорю чтобы врач чтобы пациент обратился к доктору гинекологу или к сосудистому хирургу они только тогда когда уже этот варикоз он выявляется на наружных половых губах да то есть вульварный варикоз промежностях на бедрах то есть этой пациентке приносит дискомфорт определенный и тогда когда уже выявляется причина мы уже действуем по стандарту который разработан в нашем центре обязательно это лучевая диагностика тщательная подробная очень насильно поддерживают специалисты из детской республиканской клинической больницы айшат караева которые научились и внедрили выполнение флебографии коты флебографии это достаточно как только-только развивается направление в лучевой диагностике также мрт диагностика в этом плане тоже очень активно нашей республике сейчас внедрена и люди работают и выполняют и с контрастом исследование без контраста и после того как мы уже на основании этого метода мы исключаем артериевенозные конфликты которые могут спровоцировать возникновение этой болезни то есть так называемый синдром щелкунчика или синдрома тернера или там например там аплазию или гипоплазию нижней полой вены после этого когда мы все эти факторы исключили и мы сталкиваемся с варикозной болезнью тазом этих пациенток подаем к себе в операционную и выполняем операции операции бывают поэтапные одноэтапно если нам удается закрыть обе вены яичниковые вены если есть рефлюкс мы закрываем если не удается то мы по этап на этих пациенток приглашаем в себе выполняем ликвидацию рефлюкса так скажите вот то что вы закрываете кровоснабжение получается этих артерий этих вен вен да но может ли женщина потом забеременеть и выносить ребенка или это проблематично у нас смотрите у нас есть штатный гинеколог который этих пациенток ведет после операционном периоде они наблюдаются у нее она их приглашает на осмотре там через месяц через три месяца через полгода через год эти пациентки беременеют рожают детей никаких проблем нету и никакого дискомфорт никакого дискомфорта спиралью или оклюды этих пациенток не вызывают поэтому рожают живут как обычно и даже не замечают что они есть мы продолжаем эфир напоминаю говорим мы сегодня о мультифокально варикозе об осложненной форме варикозной болезни 6 944 72 вы можете дозвониться 18 августа мы работаем прямом эфире нас консультирует специалисты дагестанского кардиоцентра османа марович мы остановились на том насколько возможно что после такой операции по поводу мультифокального варикоза может быть рецидив это реально рецидив реален причин несколько есть потому что заболевание мы вены которые вызывают варикозная болезнь вен малого таза и нижних конечностей их они это парные вены то есть имеется как с левой так и с правой стороны поэтому варикоз является непрерывно прогрессирующим заболеванием поэтому после устранения причины на одной стороне рецидив может быть и с другой стороны на стороне если поэтапно сделана операция на двух сторонах к сожалению бывает такое что вначале имеется только поражение с одной стороны если имеется относительно показания с противоположной стороны мы предпочитаем не трогать такие сосуды да вы можете что не добавить да конечно как сказал сманамарович он верно подметил что это парные вены и вены не только яичниковые вены там еще есть внутренне подвздошные вены которые также имеют очень много вариантов развития рефлюкса и при выполнении диагностики предварительной надо быть очень внимательным ко всем этим анатомическим особенностям и все это надо учитывать и мы всегда говорим пациентке что если у вас возникнет вновь тазовые боли или вновь проявление вульварного варикоза то вы не стесняйтесь обращайтесь такие пациентки были они приходили мы находили потом этот патологический рефлюкс и также эффективно его устраняли скажите после операции по поводу варикоза это такие достаточно как сказать правильно отражающиеся на качестве жизни реабилитационные меры компрессионное белье вот это вот все после операции по поводу мультифокального варикоза как проходит реабилитация мы прописываем определенные препараты противовоспалительный там сроком до 10 дней и просим пациенток не поднимать тяжести ближайший месяц не более трех килограмм в одну руку если есть маленькие дети пускай дети сказать им уж поднимает если есть какие-то другие проблемы по дому то желательно от них отстраниться чтобы вот этот эффект закрытия он был все-таки основательным чтобы ним не возникал дальнейшем отсидев самое главное на каблуках ходить можно нет нельзя вообще никогда нежелательно даже вредно для здоровья нет но это нежелательно или прямо нельзя нежелательно не желать она это другое дело если очень сильно ватчица то все-таки можно вы отслеживаете судьбу же ваших пациенток вы какой каким-то образом следите за тем что с ними происходит чистоту осложнений возвращение рецидива и так далее и так далее да и конечно у нас есть база данных у нас есть наши врачи сосудистые хирурги наши ординаторы которые периодически обзвание от наших пациенток то есть обзон все-таки существует и наш гинеколог самое главное в этом звене это гинеколог гинеколог выполняет гигантский объем работы поведение этих пациентов во первых она женщина наш гинеколог она как бы осматривает их и введет в дальнейшем и с ней как бы они на контакт да не на контакте всегда и в любое время наш гинеколог тоже к нам отправляет если возник какие-то проблемы у него на самом деле гигантский объем чтобы это представить надо понимать что начали вы эту работу в кардиоцентре с декабря 2015 года правильно да и с тех пор уже обследовано 120 женщин в 32 случаях выполнена эмболизация а сколько всего операции то есть эти 32 случаях наверно больше 200 230 235 36 пациенток которым была выполнена эмболизация яичниковых вен внутренних подвздошных притоков внутренних подвздошных вен мы впервые в нашей стране для закрытия этих вен использовать специальные устройства периферические окклюда рамплацеры никто до этого не использовал были западные работы сейчас это так называемая уже такая тенденция такая мода уже все принципе но в стране у нас пока еще это не развита но за рубежом на западе эти устройства рассматривают как вариант метода лечения потому что это позволяет снизить лучевую нагрузку время операции экономит время то есть и оперирующего хирурга операционной все бригаде бригады это эти устройства они практически сразу акклюзируют на сто процентов и в дальнейшем как говорится минимальный риск миграции то есть что то чтобы улетела куда-нибудь легочную артерию это практически исключено поэтому мы как бы являются инноваторами в этой сфере скажите на седьмом месте да стоит у нас кардиоцентры по количеству сделанных операций выравнивающих кровоснабжения малого таза не не нет смотри по малому тазу я могу сказать мы уверены на первом месте потому что вообще вообще это сейчас говорим о россии а россии по варикозной по лечению варикозной болезни виничных конечностей в двенадцатом году наш центр занимал седьмое место из 360 центров по россии а по малому тоже по малому тазу эта информация она я вам скажу она не очень как вам сказать корректно потому что в отчетах пока еще этого нету но я вам сегодня скажу мы в год выполняем 80 90 операций это самое большое количество в россии потому что я очень часто очень много выступаю на различных форумах на различных конференциях и представляю показываю наш опыт и ведущие специалисты также подчеркивают говорят да что у вас очень большой опыт и приезжают даже к нам учиться перенимать у нас опыт мы проводили мастер-классы онлайн трансляции выполняли на российских конференциях поэтому к нам приезжают люди и учатся этой методике скажите что является противопоказанием что может быть показанием безусловным для такой операции что является все-таки противопоказанием относительным которое надо там пролечить подготовить женщину и абсолютно вот смотрите показаниями которых является первое это наличие мультифокального варикоза есть болевой синдром нет болевый синдром веса съесть варикоз как-чем этот чувство то есть ли не ведь если нет болевый синдрома дистанта револатой это чувство то тем что вот чёт про оперировала открытым методом убравли одевед на через определенное время опять возникает рецидив дать то есть чаще всего это рецидивной пациентки после некорректного лечения некорректно лечения связано с некорректной диагностика заболевания и первую очередь это мультифокальный варикоз сам по себе то есть есть рефлюкс и этот рефлюкс в малом из малого таза передается нижней конечности на вульву то это надо оперировать надо этот рефлюкс ликвидировать второе показание то хронические тазовые боли то есть может быть варикозная болезнь вентаза без проявлений варикозной трансформации на нижних конечностях есть тазовый болевой синдром это уже является показанием к операции относительные противопоказания в ряде случаев варикозная болезнь это компенсаторное состояние связано с тем что возникает возникают определенные артерии венозные конфликты там например так называемый синдрома и тернера когда подвздошная вена сдавливает подвздошная вена сдавливается подвздошной артерии возникает артерии венозный конфликт стагнация застой крови в малом тазу и кровь ищет выход через яичниковые вены если ты закрываешь яичниковые вены то то усугубляешь состояние и в этом плане адекватная лучевая адекватная адекватные методы диагностики очень важны если специалист владеет хорошо мрт кт а наши специалисты дагестана очень хорошо этим владеют то мы можем исключить это состояние также могут быть гипоплазия или окклюзия нижней половины тоже может вызвать компенсаторное расширение вен малого таза если ты решаешь эту проблему то это все это все проходит самостоятельно нужно эмболизировать яичниковые вены противопоказаниями также является воспаление гинекологическое обострение гинекологического заболевания что у нас были случаи мы брали пациенток на операционный стол не обращая на это внимание после операционного периода очень долго они температурили но потом мы разобрались с этой ситуацией и всех больных после этого случая мы отправляли только только после осмотра гинеколога вот нам гинеколог говорит что все нормально все хорошо берите мы только после этого уже оперируем всех наших пациентов скажите вы может быть на ранней стадии можно вылечить мультифокальный варикоз без операции насколько это возможно вот как обычно лечит там не знаю пиявками травами массажем ношением специального белья это реально или или если вот уже мультифокальный варикоз развивается то операционный стол неизбежен вот смотрите все по показаниям если выявляем тазово-венозную недостаточность до застой и это проявляется клиникой болио синдрома там то если мы это вылечим вовремя то это не проявится в виде мультифокального варикоза вот так скажите я знаю что не только мультифокального варикоз вы лечите современными методами совершенно изменился подход к оперативному лечению и варикозных вен но то что такое сегодня операция по поводу варикоза я помню эти ужасные швы это такую такую долгую реабилитацию болевой синдром на этих людей тяжело было смотреть к счастью это уже прошлый век для нашего центра совершенно точно настоящее время мы выполняем современные операции так скажем мы выполняем современные операции в виде радиочастотной облации больших подкожных малых подкожных вен что это значит амблация если склеивание если переводить дословно мы термическим образом воздействием лишаем внутреннюю стенку вены и и как бы эндотели клеток которого стилает эту вену и тем самым вызываем воспалительный процесс вследствие термического воздействия это приводит в дальнейшем к склеиванию совершенно верно сказано вот и тем самым ликвидируется сброс крови это выполняется под специальной анестезией которая окутывает вену и сдавливать ее усиливая контакт с электродом который помещен в просвет вены все это делается имени инвазивным методом мы вводим через прокол это устройство вену потом создаем подушку как уже сказал из ледокаина вот и тем самым сдавливая проводим эту процедуру обычно процедура занимает 40 60 минут в среднем вот и результаты они хорошие достаточно потому что у нас центр единственный который занимается радиочастотной аблации вен вот лазерная коагуляция вен тоже у нас выполняется в большом количестве но последнее время мы делаем акцент именно на радиочастотную аблацию преимущество подчеркиваю виде информативности метода мы не уходим если участок не обработан как следует нам на экране появляется соответствующая информация мы повторяем еще раз эту процедуру там же на месте не выходя из вены и тем самым достигаем хороших результатов что то есть во время операции вы видите результаты исследования контроль она идет под полным контролем правильно у нас есть информативность виде обратной связи на мониторе монитор отражает обработанность того или иного участка вены вот и соответственно так единственным ограничением для радиочастотной аблации в нашем случае является малый диаметр вен то есть менее четырех миллиметров в этом случае мы делаем лазером также мы с целью так скажем чтобы избежать дискредитирование методом и не коагулируем вены более двух сантиметров их целесообразнее удалять классическим методом то есть все таки приходится к разрезам разреза они крайне редко у нас как бы происходит но тех ужасных шоу и доступа у нас нет есть только два небольших разреза в паху и на стопе остальное все делается через небольшие прокола удаляется это называется комбинируем флебектомии да с какие с какого года вот новые подходы к операции по поводу варикоза и отказа от этих ужасных швов лазерную коагуляцию я начали делать с 2015 года что касается радиочастотной аблации с августа 2018 года я знаю что у вас новые операции внедряются вот уже по отработанной технологии приезжают специалисты федеральных центров вы вместе с ними оперируете потом вы оперируете сами если ошибаюсь исправьте меня как это происходит это если мы что-то внедряем новое чтобы избежать ошибок и рисков чтобы не подвергать здоровью нашего пациента определенным риском мы приглашаем опытных специалистов опытные специалисты показывают нам как это все делается мы учимся у них обычно набираем определенное количество операций там 10 20 30 как по международным стандартам если ты асситировал тут уже после определенного количества ассистентства может подступить к больному и самостоятельно выполнять эту операцию но на варикозный при варикозной болезни малого таза или при классическом варикозе мы все операции выполняем самостоятельно поэтому вот у нас достаточно большой с какими-то другими операциями еще можно понять а вот как вы внедряли новые технологии с операциями на вены малого таза если учесть что в россии эти операции не делались они выполнялись нет они выполнялись но не выполнялись так как предложили у нас центре да то есть мы пригласили нашего товарища друга и озвана анатолий шелеско он работает в клинике управление делами президентов он достаточно опытный гендооскулярный хирург мы показали несколько вариантов развитию этого заболевания он предложил давайте использовать этот метод этот метод уже был опробован других клиниках в принципе технически не такой сложный и этот метод с этого времени мы начнем и внедрили и до сих пор успешно оперируем наших пациентов поэтому насколько меняется качество жизни после операции по поводу мультифокального варикоза кроме того что месяц нельзя поднимать тяжести нежелательно ходить на каблуках когда можно если это относительно молодая женщина когда она может планировать беременность когда она может выйти на работу не на работу она может выйти сразу послать да можно спокойно выйти на работу работать проблем никаких нет какой то специальный как я уже сказал специальная реабилитация для этого не требуется по поводу родов все это очень индивидуально решается совместно с гинекологом который ведет и в дальнейшем после операционном периоде еще дальше и как я уже говорил все эти пациентки они осматриваются неврологом невролог оценивает там по определенным шкалам там уровень тревожности там депрессии оценивают по степень болевого синдрома и у практически в 95 процентов пациенток снижается уровень депрессии тревоги снижается болевой синдром там даже умеренный болевой синдром там 3-4 балла у них практически исчезает хронические тазовые боли хронические тазовые боли понятно ну вот сложно себе представить что вот мультифокальный варикоз и уже есть вы выраженные шишки на ногах да варикоз я вам сейчас объясню я тоже не сказал но это тоже надо обязательно учесть вот мы поставим диагноз мультифокальный варикоз да мы видим что причина это связано с тем что есть проблема в венах малого таза и первым этапом всегда мы должны ликвидировать проблему до причину следственной связи мы должны устранить причину этого варикоза если после устранения причины эти вены там они исчезают то пациентка пациентки не требуется других вмешательства типа минифлебектомия или другие вмешательства до который уже упоминал осман амарович а если все-таки сохраняется то под местной анестезии это все убирается абсолютно спокойно то есть самое главное это убрать причину наблюдать если не проходит тогда уже взять на открытые методы удаления этих вен которые пациентки мешают сколько времени нужно после операции по поводу мультифокального варикоза чтобы спали вены спали шишки примерно в какой период это проходит когда можно считать что нужно там дополнительное действие обычно три месяца наблюдаем мы продолжаем эфир мультифокального варикоза наша сегодняшняя тема 6 и 9 44 72 можете дозвониться 18 августа это прямой эфир из последних внедрений в работе дагестанского кардиоцентра вы постоянно что-то внедряете новая операция мы просто не успеваем отслеживать вот самое последнее самое крайнее как говорят сейчас нововведение у вас это что самым крайним нововведением так скажем это стентирование подвздошных вен выполнены впервые северо-эвказом федеральном округе это стентирование выполнено при заболеваниях сопровод которой является следствием тромбоза глубоких вен подвздошных вен это очень сложное такое серьезное инвалидирующие заболевания который приводит к образованием язв отекам стойким нижних конечностей вот были такие два пациента и им обоим этим пациентам выполнено стентирование подвздошных вен с хорошим результатом скажите после к вида насколько увеличилось количество больных с сосудистыми нарушениями потому что вот частые тромбозы только и слышишь что молодые люди уходят оторвался тромб хотя у нас не принято к сожалению наша религия не позволяет и не не скрывают не подтверждают диагноз но предположительно такие версии есть насколько в вашем кардио центре увеличилось число осложненных пациентов в кардио центр к нам поступают плановые пациенты тромбозы сосудов являются скоропомощными в первую очередь поэтому как правило их оценивают скоропомощные больницы но очень часто на частный прием когда мы консультируем или на выезде где-то приходят на частный прием пациенты с тромбозом подкожных вен больших очень часто это происходит последнее время вот и мы соответственно уже назначены терапию и после стихания процесса они приходят к нам на операцию с одной стороны мы видим очень много рекомендаций что вот после коронавируса там нельзя заниматься самолечением пить на всякий случай кровь разжижающие препараты а с другой стороны есть вот такая вот история и они учащаются и если говорить о тромбофилибитах варикозных расширениях вен это достаточно часто встречающиеся случаи так наименьшее из зол что-то все что все-таки что не заниматься самолечением или все-таки делать профилактику я вот этого не могу понять мне хотелось бы отметить что пациенты о которых я говорил которые приходили непосредственно с которыми я встречался эти пациенты у которых было уже имелось варикозное расширение вен нижней конечности саму по себе варикозная болезнь вен нижней конечности хочу отметить это не страшное заболевание страшным является его исход то что варикозные расширенные вены является именно субстратом поверхностью на которые обычно осаждаются тромбы с учетом в контексте коронавируса если говорить то это заболевание сопровождающиеся повышенной тромбообразованием повышенной свертываемостью крови поэтому риск там образования здесь намного выше а А приводить статистические данные сейчас это будет не совсем корректно, потому что исследования таких пока... Скажите, пожалуйста, вот среди советов для пациентов с варикозным расширением, для предупреждения обострения и развития заболеваний есть такой. При необходимости приема гормональных препаратов, в том числе и противозачаточных, предварительно проконсультируйтесь с флебологом. Зачем это нужно? Потому что гормональная терапия, она тоже носит характер такой, который приводит к образованию свертываемости. То есть состояние повышенной свертываемости возникает при приеме гормонов. Очень часто пациенты, молодые пациентки это бывают, у которых на фоне приема гормональных препаратов возникают тромбозы именно глубоких вен. Вот это вот серьезное и сложное заболевание. С мутациями Лейдена очень часто бывают недиагностированными. Молодые женщины пьют пероральные контрацептивы и у них возникает внезапная смерть. Кстати, источником вследствия тромбоза, кстати, источником возникновения тромбоза также могут служить варикозные вены малого таза. Чаще всего у женщин так оно и бывает. Ну, это еще раз говорит о необходимости все-таки, да, обязательно получить консультацию флеболога, если вы пьете противозачаточные гормональные препараты. Если говорить о наших чисто женских потребностях, хорошо выглядеть, быть в хорошем, хорошей форме, в хорошем настроении. Ну, лично у меня и у очень многих женщин, девушек это ассоциируется все-таки с красивой обувью на каблуках. А вы вот два специалиста, которые категорически против. Можете как-то, не знаю, обосновать, почему более 5-6 сантиметров каблук нельзя носить? Сейчас мы все перешли на спортивную обувь, на платформу и так далее, и так далее. Но я знаю, что мода на каблук, на шпильку, она вернется. Нет ничего красивее, чем обувь на высокой шпильке. Я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Дело в том, что непосредственная помощь изгнанию крови из венозных коллекторов на нижних конечностях является мышечная помпа. То есть мышцы, имеющиеся на голени, они играют роль насоса своеобразного. Поэтому, когда вы одеваете высокий каблук, вы не можете выполнять полноценное движение. То есть стопание возле не выполняет полноценное движение. Да, к сожалению. Вот это является приводящим к таким провоцирующим моментам. То есть на статическом положении находится, и вы работаете только за счет коленного сустава. Но если, например, некоторые упрямые люди женского пола все равно будут одевать каблуки, то максимально сколько возможно на них ходить в сутки для того, чтобы не приносить большой ущерб здоровью? Хотелось бы отметить, что пациентки, которые носят высокий каблук... Все-таки они уже пациентки, которые носят высокий каблук, да? Прошу прощения, женщины, которые носят высокий каблук, они не обязательно будут пациентками. Как я сказал, здесь много генетических факторов, провоцирующих моментов. Поэтому просто статистический риск возникновения выше, если носить высокий каблук, как я сказал. Ваша камера, Ваши пожелания нашим замечательным зрителям и зрительницам? Хочу пожелать всем здоровья, в первую очередь. Здоровья. В прошлой передаче, когда участвовал, также всем пожелал соблюдать все рекомендации. Если вы попали к врачам, то, пожалуйста, соблюдайте все рекомендации, которые вам выписывают. Не нужно относиться к ним наплевательски. Врачи знают свое дело, знают, какие у вас есть риски. Вот вы подняли тему по поводу коронавируса. Выписывают пациентов, пишут в выписке, что в течение месяца пить антикоагулянты. Никто их не пьет, и все возвращаются с тромбозами. А потом, когда говорят, а почему вы не пили, а мы, говорит, не знали. А вот же в пазвыписке все написано, в черном по белому, что нужно пить антикоагулянты. Вы знаете, я не обратил на это внимания. Не нужно быть настолько глупым, не нужно наплевательски относиться к своему здоровью. Пожалуйста, соблюдайте все рекомендации, следите за своим здоровьем, и в случае чего обращайтесь с квалифицированным доктором. Всего вам здоровья. Хочу пожелать и попросить пациентов быть внимательным к своему здоровью, прислушиваться к сигналам, которые дают ваше здоровье. Если у вас есть варикозная болезнь, независимо от того, где она, от малого таза, на нижних конечностях, не стесняйтесь обращаться. Мы всегда готовы помочь безвозмездно. Поэтому мы всегда рады помочь вам, обращайтесь. Спасибо большое. Смотрю на вас на самом деле. Ведь вы для операций, которые вы делаете, для потока пациентов тяжелых, ведь вы очень молодые люди. Огромное уважение испытываю. Спасибо вам за все, что вы делаете. Спасибо большое. И вот успехов дальнейших, чтобы этот задор и желание расти, они были всегда с вами, на благо нам, людям, которым вы помогаете. На этом этот выпуск заканчивается. Всем мира, здоровья, любви и добра. Увидимся в этой студии ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова